всех приветствую на своем канале это видео будет посвящено моему отзыву на qr что мне прислали в подарок и как раз вот именно на затест пыль был вот таких вот квадратиках я когда открыла я думаю что вот он просто вот такой вот квадратик ну знаете как обычно бывают такие порционные пырки там три кружочки такие типа таблеточек или как вот конфетки аленка похожие такие мелкоточек даме не точек или тача или вот такие вот квадратики мне такие подобные не в таких бумажках но именно похожи такие квадратики мне попадались но когда я раскрыла тут эти чайничек нарисован я не знаю будут видно или нет но я могу принципе заснять хотя у меня где-то по-моему в контакте но сделано фотка если тыкнетесь на нее мышка и приблизите то в принципе там вот видно и в общем когда я раскрыла там он было две вот таких одинаковых плиточки вот такие вот плиточки видно что он надумал кто знает что такое пулер и видел пулер принципе или пил то качественно хороший пулер вообще отличный пулер отличного качества то в принципе представляю что по этому цвету можно понять действительно очень хороший пулер я про сам пулер рассказывать еще раз не буду если вам интересно то можете посмотреть мое видео про мой чайную коллекцию пулера и чайность и смолы пулера как раз в конце видео оставлю там вот слева или справа кружочек подпишись на лёлю с моим глазом этим рисованным не моим но все равно глазом то бишь мной рисованным чужим глазом и видосик такой вот этот на пулер как раз моя коллекция кажется чая пулера что-то такое поэтому просто расскажу свое мнение в общем я его заваривала сначала просто вот в таком чайнике и мне такого чайника хватало где-то вот он выдерживал около двух заварок четко вчера я заварила вот в таком чайнике своем любимом пулерном у меня два чайника из осинской глины один под улом как вы знаете а другой под пулер вот этот вот удовольствие но он у меня под порядка свое время решила что именно этот год под пулер и он у меня выдержал вчера три заварки но знаете я держала его настаивала довольно долго так возможно он будет там несколько проливов бы еще больше выдержал там если не настаивать по 5 10 минут 15 или заварил и ушел куда-то и вообще забыл что у вас там чай то я думаю он выдержит больше он очень густой по консистенции он для меня он чисто вот был сравним со смолой пулера у меня вообще тут есть маленькая такая шпаргалка я сегодня все написала чисто так вот чтобы не забыть мысли обычно раньше так делала когда статьи писала в муническую газету так вот набросая что-то такое по диагонали а потом человек вообще глядите память что это о чем а вот ты потом из этого раз и сляпаешь статью в общем чистый мягкий и насыщенный пуэр написала ли я себе чтобы не забыть потому что принципе я его пила сразу же вот после того как получил посылку практически в этот же день кажется заваривал там несколько дней подряд а потом что-то так но понимаешь я вроде как обещал от меня ждут а я там про что-то все не то пишу видосы кстати вот у меня тут цветы и ирисы у меня все еще стоят розы у меня практически их можно уже заваривать вообще эти розы можно уже заваривать вообще подозреваю что у меня конечно не надо было ставить рядом с батареей потому что с одной стороны те цветы которые стояли вот конкретно так вот здесь цветы водить батарея до перпендикулярно они сама высохли хотя воду я меняю каждый день добавляю они пьют этой воды очень много я тут оторвалась а и немножко другую тему ушла но это тоже вот бывает пуэр с розой вот как раз вот это рядом что-то и у меня в лучшем состоянии конечно белые флизантемы другие эти розовые какие они там слегка подсохли можно уже тоже заварить в чай а ирис вот самое то стоят и принципе да я тогда послушала совета не помню кого в комментариях что снять упаковку в результате сняла упаковку и она мне эти цветы все-таки у меня влезли в вазу там так было перебинтовано что вот такое вот уменьшилось два раза в общем ну я тут сухая роза уже причем она так конкретно высохла но еще мне кот помог не знаю каким образом но он задел так что у меня одна веточка розы вылезла вообще из вазы я заметила только через сутки вот такая невнимательная ночи могли отвлекались немножко и вот пуэр этот вот я сравнила с малой пуэр вообще конкретно так вот с хорошей такой смолой там без всяких примесей которая и он очень очень такого не не знаю как сказать перед густой конечно но он не может быть совсем густым допустим его не сравнишь с сиропом шиповника да вот он тогда густой а тут именно чувствуете что вот этот вот насыщенный вкус вот ну допустим просто обычный черный чай который по идее красный но мы его называем черным да и вот сам пуэр вот ну он густой что тут у меня еще да вот про смолу я уже сказала про чагао ну и в общем сейчас я для вас заварила чисто в двух чайниках вот здесь у меня уже вторая заварка уже я победу и герякнула чеку здесь у меня еще первая заварка и я решила что продемонстрирую вам в двух стопках черепах вообще заказывала она долго-долго мне не шла помню и спустя 60 дней мне там этот хозяин тогдашнего магазина light light in the box мне написал что типа если оно вам еще не пришло то извините типа было большом вторую и вторая мне пришла быстрее чем первая в результате у меня одна халявная стопка получилось но я в них стабильно пуэрчик смолу пуэрчика наливаю вот здесь у меня как раз вот один квадратик такой ну что вчера я заварила сегодня я не заварила и сегодня у меня новый квадратик ушел вообще в принципе экономичный такой пуэрчик получается что по одной плиточки тут точнее по две плиточки на два раза но у меня конечно благородный тремор возможно я волнуюсь море волнуется раз море волнуется два да в общем вот такой он уже не настолько но чисто знала тут одной заварки это стоя конечно пила вот изначально наливала чуть-чуть заварки и разбавляла ее горячим кипятком холодным я уже не разбавляла потому что он у меня умудрился слегка постоять уже как не сильно горячий было да я заваривала вот правильно конечно заваривать что только первые пузыречки появились да и вы там завариваете заливаете сразу или когда вы на свечке пуэрчик варите не только пуэрчик ну пуэрчик на свечке варите до стеклянном чайничке в моем случае в стеклянном чайничке на стеклянной подставочке забыл совсем про меня таком большом чайнички 0 700 миллилитров кацетом и вот он так распускается распускается и вот эти вот пузырьки идут 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 в общем заваривать с появлением первых пузыриков у меня вот раз он скипел ну смысле он конечно был как фильтрованная вода и я понимаю что он сейчас закипит уже начинает кипеть я его выключила где-то минуты через три только залила вспомнила что вообще-то вроде как-то готовлюсь к обзорчику пуэрному но здесь у нас первая заварка чайник естественно больше и вот что у нас тут идет да туда у меня попал листочек от розы прозрачный но вообще я делаю так я мешаю ложечкой или переливаю но в этот раз я без ложечки и помешать мне как бы нечем если у меня получится перелить безболезненно для моего стола учитывая что у меня все-таки лапа трясутся сегодня как-то несказанно и вообще переливать не умею нормально так меня почему-то всегда проливается но как говорит моя подружка машка точнее если она заваривать допустим я завариваю чайники да и она у меня так налила-перелила как-то мы у нее завариваем чашки называют она это по-китайски я называю по машински и вот он уже так сказать помешался и он стал слегка потемнее но суть в том что когда его наливаю чисто в чашку перед этим ложечкой помешал в самом чайнике он конкретно такой густой стекле я просто вот сейчас решила залить точнее стекло посмотреть вот сам цвет потому что от чашки он может быть еще темнее маленькая кава чашка я не знаю как бы удобно взять чтобы было видно чисто для сравнения ну а здесь у нас вторая заварка здесь у нас первая мне кажется вот здесь темнее но там очень маленький на самом деле чайничка изнутри такое вот и в принципе вот оно совсем маленькое такое количество воды объем да и вот это вот плиточка конечно но становится более насыщенное и более густое здесь же у нас я не знаю сколько он тут на 300 на 350 миллилитров не мерила специально хотя вот так вот если посмотреть вот уже вот такой конкретно темный но и дал конечно же без всяких примесей добавок допустим анали последние годы когда заказывала если попадала не на долю на кого-то непонятного непроизносимого был там вообще очень хороших чайных магазин там шикарно такая смола была но они сами прикрылись еще до того как на речей того и заказывала даже на чб и вот ну там допустим пуэр с рисом пуэр с этим с листьями лотоса пуэр с розой пуэр с розой еще ладно можно в принципе самим сделать пуэр с розой взять сушеную розу сушеная бутонный роз да или того же дикого дикой розы шиповника маленькие такие бутончики у нас по этой в районе мертвых деревень как раз года три назад еще наросло этого шиповничка диких ростыки маленькие вот такие и срываешь буквально фаланга в общем с одной треть мизинца у меня такие вот были чуть меньше вот этого ногтя и потом вот спутку завариваете пуэр можно отдельно пуэр или розу а потом смешивать и чашки можно турнуть вдвоем я кстати делала прессовала розу по типу пуэра вот так вот правда процесс у меня он был несколько быстрее и я в общем он занял по моему почти все лето ну все лишь три месяца каких-то под землю не закапывала никуда там не ложила ну именно вот так спрессовала но мне до сих пор лежит еще такой плиточкой правда не совсем ровный но все же владеть более густой даже ощущение у чисто по поглотанию не думаю если вы допустим хотите чисто так вот это дерево но когда вот иногда хочется просто вот так залили вот такую маленькую пилочку в такой чайничек и как вот у китайцев показанность огромный такой чайник чуть-чуть щепотка этого чая много много воды и можно просто чашку без разбавления на вот ведь потому что он уже дошел до кондиции но если охота чая по-русски то берите чайничек поменьше можно российской глины примеру ну и если хотите совсем покрепче можно маленькую чашечку вот такой просто из чайничка полностью налить хотя вот я налила в стопку там еще половинка осталось обычно две стопки стопка у меня помочь от миллилитров это так или что не проверяла ну если вы как-то в этом более разбираетесь можете в комментариях написать подправить мне ну или если вы хотите опять же густого пуэра но по-русски в кавычках подлинную традиционно не китайская то можете так вот сколько там вам надо заварки и потом уже горячего холодного или просто горячего вот такой у меня наверное сумбурно слегка обзор ну если вам понравилось то я рада ну и поставьте лайк если вам нравится пуэр или мое видео в общем пейте пулы всем хорошего настроения и до новых встреч пока